По водоснабжению, в связи с тем, что очень большая нагрузка, у нас в этом году мы заменили на скважинах 23 глубоководных насоса. Это вот по городу и по району. В некоторых населенных пунктах и на некоторых скважинах производились просто замены ни по одному, ни по два. У нас есть проблемы с водоснабжением с селом Новотроицк. Проблемы начались в марте месяце. И нам приходилось в данном населенном пункте воду просто сбрасывать, чтобы населению было доступна более-менее вода, отвечающая требованиям. В настоящий момент в Татарске осуществляется большая работа по проектированию системы водоподготовки, которая включит в себя бурение дополнительных скважин с южной и северной стороны города. Вся вода будет очищена и подана в сеть. Такие работы стоят в плане на 2022 год. Стоит отметить, что на всех котельных по району была закончена установка счетчиков тепловой энергии. Мы произвели ремонт двух кровель котельных. Это в селе Орловка и в селе Успенка. И заменили 10 сетевых фильтров. На тепловых сетях мы заменили порядка 2700 метров тепловых сетей. И утеплили мы примерно около 8000 метров теплотрассы. Нами получены все паспорта готовности, как муниципальными образованиями, теплоснабжающими организациями, так и всеми поселениями. Задачу по паспортам готовности мы выполнили на 100%. В 2020 году был выполнен капитальный ремонт дороги по улице Ленина. Также осуществлена реконструкция улиц Володарского, Некрасова, Камышловская. На эти работы потрачено более 58 миллионов рублей. Вблизи общеобразовательных учреждений было обустроено три пешеходных перехода. Два в городе, а один в селе Казачий мыс. За счет средств из местного бюджета произведены дорожные ремонтные работы в Дмитриевке, Зубовке, Кочневке, Красноярке, Новопокровке и Новотроицке. Татарским ДРСУ было приобретено техники на 45 миллионов рублей. Это три универсальных КДМки, четыре МТЗ, два автогрейдера, один импортный экскаватор. На 2021 год тоже как бы программа инвестиций есть, но маленько поменьше. Но я думаю, тоже приобретем два автогрейдера. Это тоже очень важно, которые сейчас работают, особенно по планировке дорог. Они на ремонте, то есть работают круглый год в основном. В 2021 году планируется заключить договор на бурение скважин системой водоподготовки в селах Севертотарская и Новотроицк. Также будет разрабатываться проектно-сметная документация на водоснабжение второй очереди по поселку Майдуково.